О твоем образе этой недели. Скажи, пожалуйста, что забрало больше времени? Обучение пению Михаила Шапутинского или отращивание бороды? Ну, с бородой в мене все со своей нормальной, а вот за спів треба было прислуховуватись. Солнце тоже живое. Солнце тоже живое. Садится на закате дня, но оно еще родится. Жаль, что не в пример меня. Жаль, жаль, что не в пример меня. Грустноглазая. Гру-ру-ру. Грустноглазая. И переходи глазая, уже переходи на нормальный. Грустноглазая. Вот. У меня так сталося, что чомусь з дитинства постійно десь так же иначе звучало живутинське. Тобто я его постійно чув. Або там десь у сусідів, або братний слухав. И, может... Да где он только не звучал. Так, так. Может, оно, как-то, знаешь, на підсвидомості вже лежит. Сейчас как-то немножко полегче стало дышать. Ну, вот сейчас выйдешь на сцену ты, и все начнется. И все повторится вновь. Нитки, бархать, да иголки. Вот и все дела. Да еще талмуд на полке. Так бы жизнь шла и шла. Только солнце вижу я все реже. А Михаил Шапутинский, он поет в жанре русский шансон. Ты вообще планируешь стать, ну, родоначальником украинского шансона? Я думаю, в Украине не треба того. Не надо. Нам выстачить нормальных украинских писей, наше нам оце опускатися на стільки в життя. Ну, вот и все. Все мы с тобой выяснили, решили. Я тебе желаю удачи. Давай, сейчас надень вот это вот и... Давай, держись. Проходи в наш волшебный лифт, или, как бы сказал Михаил Шапутинский, заходите к нам на огонек. КОНЕЦ КОНЕЦ Звезды над местечком, высокие и яркие. Я себе пою, я себе краю. Опустилась ночь, отдохните, дети, день был очень жарким. За стежком стежок, крошек стал тяжелым. Звезды над местечком, высокие и яркие. Но оно еще родится. Жаль, что не в пример меня. Кто же будет одевать их всех, потом помочь? Девочка моя, Завтра утром ты опять ко мне вернешься. Милая моя, Фейкл и моя, Грустноглазая, Папа-мушка Майсу скажет, засмеешься. Люди разные и песни разные. Будет день и будет пища, Жить не торопись. Иногда богаче нищий тот, Кто не успел скопить, Тот, кого уже никто нигде лечить не держит. Нитка, бархат, Да иголки, Вот и все дела. Да еще талмут на полке, Так бы жизнью шла и шла, Только солнце вижу я Все реже, реже. Субтитры сделал DimaTorzok Было время, были силы, Да уже не то. Годы волосы скосили, Вытерли мое пальто. Жил один еврей, Так он сказал, что все проходит. Тихо, как в районе, Звезды над местечком, Высокие яркие, Я в себе пою, Я в себе краю, Я в себе пою. Спасибо вам большое. Михаил Шуфутинский на канале Украина. Давайте спросим, пока он еще в образе. Михаил, вот вы выступали и в ресторанах, и на больших сценах. Где вам больше нравится выступать, и где лучше публика? Скажите. Там, где глаза горят, вот как у тебя, малыш. Тогда на канале Украина. Называл ли кто-нибудь тебя Антон? Последние лет 30. Михаил Шуфутинский имеет право любого человека назвать малыш. Ну и передадим слово нашим многоуважаемым и любимым. Кто хочет первое, чтобы мы не назначали? Давайте, Людмила, давайте с вас начнем. Браво художникам по гриму. Сегодня как никогда. Это, Олег, это, это, это такое подспорье невероятное. От этого у нас, у зрителя, есть благодарное восприятие целостности характера, который здесь с нами сейчас, сиюминутно. Это дорогого стоит. Это существование, о котором только мечтать можно. Когда актер один на один, и прежде всего один на один с собой. Вот этот бой сегодня вами выигран. Спасибо. Роман Григорьевич, вам слово. Ой, Боже. Дайте, поднимаю вас. Вы знаете, я думаю, что тут настолько все глубже, и я думаю, нема, мабуть, тех слов, которые могут передать, что чувствуешь, когда за этим спивом бачишь землю, и, как не удивно, это украинская земля. АПЛОДИСМЕНТЫ, и остальные. И когда он задал вам вопрос, конечно, актеры отвечают как актеры. Вы сегодня на него поделились очима цього героя и відповіли тим розумом віковим цієї нації. Ви розумні. Спасибо большое. Спасибо. Сусанна. Потрясающе красивая картинка, красивая история, трогательная. Я действительно увидела вот эти семьи, с которыми я общалась, соприкасалась с их личной историей. Эти чемоданы, этот национальный еврейский инструмент, кларнет. И когда дети маленькие, которые росли в семье, у которых папа играл на скрипке, а в три года его спрашивали, Мишенька, что ты делаешь? Он говорит, мама, я же строчу лифчики. Понимаете, то есть эта профессия, она действительно, еврейский портной, это действительно очень актуально, очень живо, натурально. И, пожалуйста, дайте мне такие уже телефоны, я закажу у него брюки. Браво! Что-то гидаток не вопрос. Спасибо. Андрей. Я думаю, для чего я сегодня жилеточку одел, понимаете? Вот это как-то не случайно. Все в тему. Все в тему, не случайно. А теперь главное. А теперь о главном. Слушай, Фагот, тебе это так подходит? Так что жди, да мне кажется, да. Да, да. Так тебе это так подходит? Мне кажется, ждет тур по Израилю. И как минимум в Одессе пару корпоративов. Браво, спасибо. Спасибо большое. Не самый плохий места в мире. Пойдем-ка я тебя провожу. На диванчик. Теперь расскажу, куда первую очередь надо поехать. Когда прибудешь в Израиле. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.